Мало кто знает, но Александр Сергеевич Пушкин был проездом в Казани. О целях его визита узнал наш корреспондент Илья Андреев. 6 июня в России отмечается Пушкинский день и День русского языка. Литературное творчество Александра Сергеевича Пушкина бесценно. Его произведения объединяют людей всех возрастов, национальностей, вероисповеданий, переводятся на десятки языков. В свое время Александр Пушкин приезжал к нам в Казань в сентябре 1833 года. Тогда его посещение было связано с работой над историческим романом о событиях крестьянского восстания 1773-1775 годов под руководством Емельяна Пугачева. Выехав из Петербурга 17 августа, посетив Москву и Нижний Новгород в ночь с 5 на 6 сентября, приблизительно в 23 часа 30 минут поэт прибыл в Казань. Переночевал он в гостинице Старого дворянского собрания в Петропавловском переулке, теперь улица Рахматульна, дом 6. Утром 6 сентября Александр Сергеевич отправился в дом генерал-майора Энгельгарта, тести Евгения Абрамовича Боротымского, поэта и доброго приятеля Пушкина. Здесь он неожиданно встретился с самим Боротымским, направлявшимся в имение тести, село Каймара, ныне Воскогорский район. В этот же день Пушкин поехал на окраину Казани, в Суконную Слободу, с намерением пообщаться со стариками-очевидцами. В одном из кабаков, упомянутом в книге о Пугачеве, он беседовал со старым суконщиком Бабиным. О событиях в июле 1774 года, штурме Казани и разгроме пугачевцев, правительственными войсками Михельсона, Бабин рассказал со слов своих родителей, которые были свидетелями упомянутых событий. Рассказ Бабина оказался очень интересным и важным для Пушкина. Всю вторую половину дня поэт обрабатывал записи своей беседы и сделал наброски будущей седьмой главы. По подсчетам исследователя Калинина, около 40% текста из рассказа казанского суконщика Пушкин внес в переработанном виде в седьмую главу историю пугачевского бунта. Утром следующего дня на проводах Боротынского в доме Энгельгарта Александр Сергеевич Пушкин встретился и познакомился с кадром Федоровичем Фуксом. От Фукса Пушкин узнал в частности о бывшем расположении лагеря Пугачева в Казани для того, чтобы воочию увидеть места в событии. Один отправился по сибирскому тракту к деревне Троицкая Нокса в 9-10 верстах от центра Казани, где перед взятием Казани находилась ставка Пугачева. Уже на обратном пути Пушкин объехал Арское поле и к 12 часам приехал в Казанский Кремль, окруженный полуразрушенными зубчатыми каменными стенами и башнями. Ориентировочно в 6 часов 30 минут утра 8 сентября поэт выехал из Казани в Симбирск. Его провожал приехавший рано утром из Каймар Боротынский. При расставании Александр Сергеевич подарил ему свой портрет работника-художника Вивьена в небольшой рамке, сделанный самим поэтом. Этот портрет малоизвестен и хранится сейчас в музее Александра Сергеевича Пушкина в Москве. Еще перед самим отъездом из Казани поэт написал два небольших письма. Жене Фукса Александре Андреевне, где благодарил за гостеприимство, и жене Наталье Гончаровой. Здесь я возился со стариками-современниками моего героя. Объезжал окрестности города, осматривал места сражений, расспрашивал, записывал и очень доволен, что не напрасно посетил эту страну. Посещение Казани помогло Пушкину при написании истории Пугачевского бунта. Записи пригодились ему и в «Капитанской дочке». Последнюю он с дарственной надписью выслал казанским друзьям, супругам Фуксам и Боротынскому. Но в Казани, к сожалению, этих экземпляров не осталось. Нужно сказать, что особенность вот этого экземпляра – это прижизненное издание. И нужно обратить внимание еще на одну особенность. Здесь в углавлении указана ссылка на источники. Собственно, когда приезжал Александр Сергеевич к нам в Казань в сентябре 1833 года, разговоры и та информация, которую он здесь подчеркнул, он здесь это указывает. История Пугачевского бунта стала первой попыткой всестороннего исследования этого грандиозного события в истории России. И долгое время единственной. Исследования художественных особенностей и исторических деталей, стоящих за строками его монографии, составляют отдельную ветвь современной пушкинистики. Илья Андреев, Радмир Сафиолин, Универньюз. Редактор субтитров А.Семкин